В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Когда душа поет. Певица из народа, самая известная кандалакшская исполнительница Тамара Архипова, отмечает юбилей. На повестке дня подготовка к следующему отопительному сезону. Итоги комиссии по вопросам ЖКХ. Городская свалка продолжает дымить. Как долго кандалакшане будут вынуждены терпеть неприятные запахи? Сегодня в администрации района состоялось очередное заседание комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Для участия в нем были приглашены руководители управляющих компаний и представители ресурсоснабжающих организаций. Один из основных вопросов, заявленных в повестке дня – подготовка к следующему отопительному сезону. Управляющие компании уже сейчас должны наметить план необходимых ремонтных работ, пока с этой задачей справился лишь домовой. Только эта организация представила в администрацию полный перечень мероприятий, которые будут проведены на жилфонде в летний период с указанием сроков и объемов. Остальные УК, судя по имеющимся графикам, намерены ограничиться лишь промывкой систем теплоснабжения. Но этого недостаточно. Как подчеркнул председатель комиссии Илья Ходорев, подготовка к зиме – это не только промывка и опрессовка, но еще и ремонт и кровель, утепление межпанельных швов, приведение в порядок подвалов, подъездов, фасадов. Руководители управляющих компаний попросили также уделить особое внимание состоянию дворов и подъездов многоквартирных домов. В ближайшее время необходимо провести их очистку от отходов, мусора и других легко возгораемых материалов. Кроме этого, в ходе сегодняшнего заседания обсуждался вопрос о графике остановки котельных в летний период. Теплоснабжающие предприятия уже определились со сроками, однако пока они не согласованы. Также в ходе сегодняшнего заседания был поднят вопрос о ситуации на городской свалке. В ноябре прошлого года там произошел пожар, локализовать который хоть и не сразу, но удалось. Хотя, как выясняется сейчас, не полностью. Над полигоном до сих пор видны клубы едкого дыма. Запах горящих отходов разносится по городу. От зловония страдают жители лесозавода, улицы защитников Заполярье, центральной части города. Как пояснила директор управления коммунальным хозяйством Татьяна Лайко, данная проблема находится на особом контроле. Специалисты администрации уже не раз выезжали на полигон, а также обращались к арендатору свалки ДСУ-3 с требованием решить проблему. Правда, пока сделать это весьма затруднительно. Прежде необходимо установить причину задымления. По их информации, это пока парит, но слой достаточно серьезный. Надо вскрывать, посмотреть. Это на щелчок не делается, серьезная работа. Сейчас немножко потает, морозы спадут, они вскроют, посмотрим. 21 числа на нашу претензию должны проявить вскрытие работы. Если мы сейчас заводят сутотехнику, они определяют источник. Либо это возгорание, либо это что-то другое. Правда, на проведение работ потребуется какое-то время. Поэтому причина задымления городской свалки станет известна только к началу следующей недели. Сразу после этого арендаторы полигона намерены заняться решением проблемы. Мурманский областный суд оставил сегодня без удовлетворения апелляцию Василия Шамбера. Адвокаты спикера регионального парламента пытались оспорить решение о его временном отстранении от должности. Напомним, в отношении председателя областной думы, которого подозревают в крупных хищениях, возбуждено три уголовных дела. Сам он с обвинениями категорически не согласен. Еще в середине февраля октябрьский суд Мурманска принял решение временно отстранить Шамбера от должности. Это решение спикер регионального парламента попытался оспорить. Однако не вышло. Сегодня областной суд подтвердил обоснованность отстранения спикера от должности. Более того, суд даже уменьшил пособия, которые Шамбер должен получать во время своего вынужденного прогула. Ранее депутату было установлено ежемесячное пособие в 5,5 минимальных размеров оплаты труда, что составляет более 50 тысяч рублей. Но областной суд в своем решении зафиксировал эту выплату в размере одного прожиточного минимума, то есть около 10 тысяч рублей. Далее в нашей программе коротко о других заметных событиях. Детская школа искусств объявляет набор учащихся юные кандалакшане в возрасте от 6 лет приглашаются на музыкальное отделение, а ребята в возрасте от 10 лет на художественные. Заявление принимается с 1 апреля до 15 мая по адресу город Кандалакша, улица 50 лет Октября, дом 12. Стоимость полиса ОСАГО вырастет в 31 субъекте страны. Банк России предлагает увеличить территориальный коэффициент, который применяется при расчете стоимости полиса. В число регионов, которые затронет данное нововведение, входит и Мурманская область. Настоящий переполох в городской поликлинике вызвал подозрительный сверток, обнаруженный в коридоре учреждения. Медикам пришлось обратиться за помощью в полицию. Пациенты и персонал были срочно эвакуированы из здания. Как выяснилось позднее, в пакете находился контейнер с едой, забытый, судя по всему, кем-то из пациентов. Движение на федеральной трассе будет временно ограничено. Дорогу планируют перекрывать на участке в районе 1177 километра. Это неподалеку от Кандалакши. 23 марта, в период с 16 до 18 часов, там будут проводиться взрывные работы. Автомобилистов просят учитывать это обстоятельство при планировании поездок. В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области продолжают свою работу «Телефонная линия. Ребенок в опасности». Для работы линии выделен соответствующий телефонный номер 8 815 2 420 132. Он работает в круглосуточном режиме. Позвонив на горячую линию, можно передать сообщение о любом происшествии с несовершеннолетними по вопросам защиты их прав и законных интересов. Кандалакшский шейпинг-клуб отмечает в этом году круглую дату – 20 лет со дня основания. Этому событию будет посвящен праздничный концерт, который пройдет в следующую пятницу в ДК «Металлург». Нынешней весной наша землячка Тамара Архипова отмечает солидную дату – ровно 55 лет с начала творческой деятельности. Это событие кандалакшская певица отметит на большом праздничном концерте под названием «Когда душа поет». Он откроется завтра, 21 марта, во Дворце культуры «Металлург». Таких, как Тамара Леонидовна, принято называть ярким дарованием, а супруг ее нежно зовет певица из народа. И пускай у Тамары Архиповой нет каких-то высоких званий – заслуженная или народная, но ее любят и ценят в Кандалакше – городе, который для исполнительницы стал родным. Именно здесь Тамара Леонидовна сделала первые шаги на сцене. Здесь и встретила любовь всей своей жизни, здесь обрела настоящих поклонников. Хотя голос нашей землячки яркий, звонкий, душевный, знают далеко за пределами не только города и области, но и страны. Нашей землячке довелось выступать на крупных площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Она неоднократная победительница различных конкурсов и фестивалей. Буквально на днях она вернулась с очередных гастролей, а сегодня уже готовится к своему бенефису. Посвящен он будет 55-летию творческой деятельности. Накануне этого события наша съемочная группа побывала в гостях у Тамары Архиповой и попыталась выведать некоторые сюрпризы, которые ожидают зрителей. Ну сюрприз, например, может быть такой для некоторых. Вести программу будет внук Саша Архипов. Саша Архипов прекрасно поет, значит, он будет петь. Мы с ним будем петь. Песенка будет, не знаю, может быть, кому-то покажется немножко, не то что не вписывающаяся в этот весь наш концерт, но я считаю, что меня должны понять. Она такая, ну будем говорить, что она немножко жизненная, немножко шутливая, и по крайней мере никогда я таких вещей не пела. Мне хочется сказать, что там будут две вещи, которые будут исполняться. Они как раз взяты после того, как мы побывали на конкурсе самодельных композиторов. Концерт не будет творческим отчетом, подчеркивает певица. Скорее это признание в любви благодарным зрителям и слушателям, которые на протяжении многих лет всегда рядом, тонко чувствуют и понимают душу исполнительницы. Концерт Тамары Архиповой пройдет 21 марта во Дворце культуры «Металлург». Начало в 19 часов. Далее в нашей программе прогноз погоды. Его представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. В ближайшие сутки погода на юге Кольского полуострова начнет постепенно меняться, а температура воздуха повышаться. Правда, в предстоящей ночью это будет малозаметно. Синоптики обещают в Кандалакшском районе переменную облачность, юго-западный ветер до 4 метров в секунду и до минус 15 на градусниках за окном. Днем 21 марта в городе и по району ожидается облачная без прояснений погода. Местами пройдет снег, ветер будет северо-восточным до 4 метров в секунду. Минимальная температура воздуха в дневные часы минус 6 градусов. 21 марта солнечная активность низкая, геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. На этом наша программа подошла к завершению. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин